Если насчёт похода, то миссия моя должна быть выполнена. Вот это и двигает меня всегда. Насчёт страхов, что бояться, раз миссия наша блага для народа, для свободы, для всего мира, тут не надо бояться. Ещё что там было, сейчас я забыл даже, что там было. А что нам делать, всему народу говорят. Объединяться, объединяться, Захарович, все наши противоречия, зависть и так далее, презрение друг другу даже отбросить и объединяться ради обновления. Одной общей силе. Свобода. Freedom, как говорится. Я понял вас, Захар, спасибо за поддержку, за то, что стараетесь у меня, всему миру. Но давайте вот это, когда я буду свободным. Вот тогда я выйду на связь со всеми блогерами и так далее, буду выставлять видео и так далее. Но сейчас, видишь, я, как говорится, в предбоевой обстановке сижу. Не до этого, ребята. Вот поэтому только в группе. Как только вот эта опасность минует или может не минует, может я даже погибну, ничего страшного, за свободу погибну. Тогда да. А вот тогда всё это, я добуду свободу, да. Как говорится, с боем добуду свою свободу. Вот тогда мы пообщаемся и по видосу, и по всякому. Друзья, Владимир Владимирович Путин, или кто там за него, и простите, я грязно выруглся и всё, что угодно, объявил о начале всеобщей, нет, не мобилизации, а вакцинации. Грядут события, аналогов к которым в истории Руси ещё не было. Здравствуйте, друзья, с вами снова я, Захарыч Блаженный. Довелось мне пообщаться голосом с воином-шаманом Александром Габышевым, прекрасным человеком. Вот, и я желаю вам, Александр, помощи облачного мира, божьей помощи, божьей длани над вами. Вот, Александр собирается в новый поход, и он прекрасно понимает, с какими опасностями это всё сопряжено. Я же, безусловно, знаю, что существует и мир Яви, и мир Нави. И мир духов прямо тут, прямо за углом, ближе, чем рукой подать. Пробуждайтесь, друзья, потому что этот год, это поворотный год в истории всего человечества, так или иначе. Бушует научно-техническая революция, происходит событие, о которых помыслить даже ранее люди не могли. Что ж, поздравляю со Старым Новым Годом. Александр, скажите, пожалуйста, какие чувства вы испытываете? Вам не страшно? Чем люди, простые люди России, в частности, Москвы, центральной России, могут вам помочь? Как вас поддержать? Нет, страха нету. Одно только событие всего этого дня. Такую храбрость в меня вселяют, что какой там страх? Нету страха. А если даже погибну, с радостью погибну, как воин настоящий. Ну, а вам? Ну, как? Поддерживайте меня, что еще я скажу? И это меня еще больше сделает храбрее, ваша поддержка. Просто хочу вам сказать, что мы вас все очень любим и дорожим тем, что вы есть, и тем, что наша земля порождает таких прекрасных людей. Я лично стремлюсь к миру и процветанию для всей нашей России. И вот очень рад, что вы есть, и, конечно, всячески буду вас поддерживать. Я всегда на связи, и я буду обращаться к другим блогерам с просьбой освещать события вокруг вас как можно шире и громче. Спасибо, Захар, спасибо. Всегда заходи в эту группу, всегда ты все, что хочешь, получишь ответы. Если я живым, останусь, естественно. Выражение «Горе, оно синим пламенем» не шуточно и не случайно. Оно означает самое жаркое пламя в печи. А сейчас удалось добиться даже зеленого пламени. Вот, жар идет, ух, ух. Потому что приближаются мощные, серьезные морозы. Грейтесь, люди добрые. Субтитры сделал DimaTorzok От всей души поздравляю вас, дорогие друзья, со Старым Новым Годом. Пусть будет счастье в этом году всем нам, всем добрым людям и всему нашему миру. Пусть зло исчезнет и рассеется. Я катает воск от лица огня. Доброго денечка, вечера и ночки. До свидания. Биометрические камеры. Такие камеры подключат к банкам. Они смогут изымать деньги, штрафовать, типа, людей просто по биометрии лица. Совсем забыл добавить. Подписывайтесь, ставьте лайки, пишите комментарии. И будя на то воля ваша, поддержите мой труд, друзья. Если вы решите это сделать, загляните в описании к ролику и узнаете, как. С наступающим и уже наступившим Старым Новым Годом. Быть добру. Раз машина проехала, два машины проехала, три машины проехала. Нет, вот этот поток они почему-то пропустили. Добрый вечер, друзья. С вами снова я, Захарыч Блаженный. Я увидел, как у меня под окнами устраивают чёс. Это незаконное милицейское предприятие, которое запрещено, ну, изначально, как римским правом, так и остальным. Как это можно всех подряд останавливать, устраивать шмоны, непонятно что. Вот, ну, они, похоже, уже увидели меня с камерами. Нет, останавливают. Вот, видите? Вот, друзья. Вы наблюдаете операцию чёс во всей красе. Вот, я не буду подходить, не буду вмешиваться. Ну, я не буду вести провокативных действий. Вот, давайте изучим, как работает московская дорожная полиция ночью. Вот, какой-то белый мерседес остановили. И вот ведут какую-то беседу с гражданами. Вот это, друзья, во всей красе операция чёс, повторяю. Чёс, это когда как гребешком вот так стоит и расчесывают поток. Ну, это такие операции, такого рода, они, безусловно, несут в себе коррупционную составляющую, коррупционный подтекст. Потому что останавливать, на самом деле, имеют право только автомобиль с явными признаками нарушения правил, или же автомобиль, который представляет угрозу движению. Ну, в данном случае, вот, речь идёт, безусловно, о чёсе. Ну, вот, я уже видел, как они две машины с пассажирами в такси прямо останавливали и обыскивали. Ну, вот, ну, это явно незаконно. Да, позволю себе дополнить, друзья, что есть такие две разные вещи, как обыск и досмотр. Так вот, в ходе обыска необходимы понятые. Здрасьте. Вот, в ходе досмотра понятые не нужны, но в ходе досмотра не имеет права тот, кто досматривает, то есть сотрудник правоохранительных органов, не имеет права залезать в карманы, в сумки, там, в такие вещи, вдруг что-нибудь подбросят. А при обыске необходимы два понятых. Я отошёл специально, потому что у них там разговоры с разглашением частных данных, персональных данных, а я этого не хочу, не хочу, как бы, провоцировать. Ну, вот, смотрите, вот, так вот это всё и происходит, друзья. Вот. Это уже не первый раз происходит у меня под окнами. Вот мой дом и много чего этот дом видел. Много-много скорой помощи сейчас ездит по московским улицам. Спасибо, что её останавливать не стали. Вот. Ну, что ж, а мы подождём, вдруг они ещё кого-нибудь любопытного остановят. Я сейчас, конечно, постою, поснимаю их разговор с двумя выходцами откуда-то из-за Кавказии явно. Я не буду записывать беседу, но, вот, такие вот дела. Вот и грузовичок остановили тоже. Вот такие вот поезда в метро современном московском. Поезда действительно классные. Вот как он изгибается, друзья. Вот такой вот сквозной вакон. не прислоняться Генеральский дом Новоарижский дом Поезд снова огромный Змеёй изгибается И на остановку завивается Это закон свободы воли Вот как его внедряют в наше общество Если хочешь выйти, произведи действие сам Двери не откроются перед тобой, если ты не произведёшь действие сам Произведём действие Смоленское Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому